Небольшое отступление. Посмотрите на вот эту якобы облупившуюся краску на крышке гриля. Это, на самом деле, такой нагар, жир, который образуется в процессе готовки. Поэтому, если вы пользуетесь часто грилем так же, как и я, то, безусловно, у вас он будет образовываться. Чистится он очень легко. Это берется щетка. Ну, если, опять же, в таком состоянии, как у меня, лучше почистить, что это все просто не падало на еду. Видите, под этим остается как раз непосредственно само защитное покрытие и оригинальная краска, эмаль, которая у нас есть на гриле. То есть, это просто все легко шелушивается. Потом чистите гриль, протираете и все. Поэтому не бойтесь, не надо бежать сразу менять по гарантии гриль. Это ничего страшного. Это обычный нагар. Как-то так. Ну и по традиции в начале нашего ролика мы сегодня готовим на угольном гриле, поэтому разжигаем стартер. Всем привет! Добро пожаловать на канал любителей гриля барбекю. Запахло жареным. Сегодня мы с вами будем готовить курочку. Что-то курочка у меня много в последнем выпуске, но я подумал, тема до конца не раскрыта. И сегодня будет рецепт, который сделает из вас самого лучшего папу в мире, самого лучшего мужа в мире. Ну и на самом деле, хороший стартер для какой-то там начала вечеринки, пока вы не добрались до стейков. Сегодня будем готовить куриные бедра вместе с сыром, с базиликом, с пармской ветчиной. Ну, в общем, такая прям вот классика-классика жанра. Но на гарнир у нас будет очень хорошая история. Это будет бэби-морковь вместе с апельсиновым джемом. Казалось бы, морковка-джем, но морковь у нас очень сладкая, джем будет очень хорошо ее дополнять. И вот эти вот вещи, прям они с собой вот вместе очень сочетаются. Во-первых, это будет очень красиво на доске, ну и очень вкусно. Берем куриные бедра без кости, выкладываем на доску. Сколько по месяцу. Сейчас их немножко отобьем. Отбиваем курочку. Теперь добавляем соль. Перец. Сыр. Сыр тертый, твердый, пармезан. Базилик. На каждую курочку по одному листику базилика, он достаточно ароматный и будет чувствоваться. Кусочек ветчины. Добавили сюда ветчину. Теперь берем моцареллу. Моцарелла у нас будет тянуться, поэтому совсем недавно мы готовили пиццу. Оставлю ссылочку на этот ролик в описании. И вот как раз там моцарелла была в полной красе. Теперь мы с вами начинаем скручивать рулеты и обвязывать их бечевкой, чтобы они у нас сохранили форму. Можно, конечно, зубочистки использовать, но не рекомендую. Получится несколько не то. У меня еще есть сухой чеснок. Давайте добавим немного его. Я бы не стал добавлять на самом деле свежий, потому что сухой именно в этом блюде ведет себя лучше. А курица и чеснок, насколько мы с вами знаем, лучшие друзья. Так, начинаем скручивать. Высыпаем стартер. Разравниваем брикеты. У нас сегодня с вами будет такой, знаете, средний... У нас будет сегодня с вами средний непрямой жар. Мы сегодня не будем использовать никакие корзинки. Просто брикеты. У нас много с вами курицы. Разравниваем прямо так вот в один слой. Это будет достаточно, чтобы пожарить рулеты. Ставим решетку гриля. Ее прокаливаем. Прокаливаем совсем немного, минут 5, с железной щеточкой, маслом, полотенцем. И начинаем готовить. В общем, все как обычно. Температура в гриле сейчас очень высокая. Порядка 270 градусов. Я понимаю, что курица к чертям вообще сгорит. Поэтому сейчас мы почистим решетку, а потом как раз вот этими вентиляционными отверстиями сможем уменьшить жар. Температура где-то 200-210 градусов. Фок у нас уже хорошо прокалился. Мы берем небольшое количество оливкового рафинированного масла. Добавляем сюда. Берем морковь. Бэйби морковь. И обжариваем ее. Обжариваем, чтобы она стала у нас такая чуть золотистая. Добавляем сливочное масло. Много сливочного масла. Нужно компенсировать. Морковка же не жирная. Джем примерно 4 чайные ложки. Представляете, какие сейчас ароматы? Джем смешивается с растопленным сливочным маслом. У нас фактически масло становится апельсиновым. Так, отлично. Бок у нас очень хорошо забрал температуру в себя, поэтому можно выключить гриль. И то тепло, которое останется внутри, его будет достаточно для того, чтобы морковка хорошо протомилась. Она в любом случае останется внутри чуть аль денте, но станет, естественно, мягче. Поэтому выключаем гриль, все горелки, закрываем крышку и оставляем. Достанем минут через 10. Добавляем небольшое количество оливкового масла рафинированное, чтобы у нас просто курочка не прилипала к грилю. Температура у нас по-прежнему высокая, но вот сейчас будем заслонками все это регулировать. Перекладываем все рулеты. Все, теперь закрываем крышку. Пусть у нас там сохраняется температура, мясо обжаривается и внутри топится сыр. Ну, рановато, рановато, пусть еще лежит. Еще, видите, она прилипла. Надо, чтобы она сама отошла. Еще минут 5. Ну все, курочка у нас пожарилась с одной стороны. Я сейчас немножко лопаткой подергал, только потому, что внутри очень много сыра. Он вытекает и, конечно, подгорает. Поэтому, если я вам всегда говорю, что не дергайте продукт, дайте, чтобы он просто полежал спокойно, потом с решетки сам отойдет. В этом случае не совсем все так, потому что это сыр. Ну, зато можно видеть, как у нас хорошо подпеклась вот эта сторона. Ну, прям, прям хорошо. Прям и жирок у нас идет, и сырок. И все это будет очень вкусно в конечном результате. Сейчас мы закрываем крышку гриля вновь. Обжариваем с другой стороны. И пока наши бедрышки находятся под крышкой, они очень хорошо прогреваются изнутри. Потом мы с вами не будем закрывать крышку гриля и доведем их прямо на таком хорошем прямом жаре, чтобы корочка была абсолютно со всех сторон. Ну, смотрите, вот он, мне кажется, такой хороший обед. В этом обеде есть все. Есть немного морковки, в очень вкусном апельсиновом джеме. Есть курица, есть соус. Что еще нужно? Давайте попробуем. Так. Не забываем, что у нас на курице есть сверху бечевка. Ну, смотрите, она вся пропечена внутри. Мы готовили ее примерно 30 минут. Для бедер более чем достаточно. Но я уверен, что они у нас остаются сочные, только потому, что у нас внутри и много сыра. ЧТД. Очень вкусно. Это соус бомба. Томаты, базилик, специи, морковь. Она слегка альденде, но в очень вкусной такой глазури из джема. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте колокольчик, заходите в гости в Instagram, мою мясную лавку. Спасибо за просмотр. Хорошего лета, хорошего настроения. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok